Кочевой феодал-шаманист по своим воззрениям Бату не растерялся в сложной обстановке молодого государства, выросшего из монгольского завивания Юго-Восточной Европы. Опираясь на своих советников, в числе которых было немало мусульманских купцов, Бату сразу же взял жесткий курс, главной целью которого являлось получение максимальных доходов путем жесточайших форм феодальной эксплуатации. Он наладил взимание Дании с покоренных русских княжеств. Так охарактеризовал деятельность одного из самых агрессивных монгольских завоевателей – востоковед Борис Греков. Подобная участь ждала и европейцев. В середине XIII века чехи, австрийцы и римляне уже пережили несколько попыток вторжения монголов, которые неожиданно прекратили военные нападки и взяли тайм-аут. Но напуганные угрозой с Востока европейцы начали спешно отправлять парламентеров к чужеземному хану с целью выведать его будущие планы, численность войска и обычаи. Тем более, что армия Батыя начала обрастать мифами и легендами о происшествии непобедимых чудовищ, о семи головах, оборотнях и минотаврах. А ведь еще в восточне лежал за степями Каракарум, далекая монгольская столица. Там восседали старшие, еще более могущественные потомки Чингисхана, Угидей, Гуюк. Первым европейским делегатом, благословленным Папой Иннокентием IV на столь ответственную и небезопасную миссию, стал францисканец Иоанн де Плана Карпини. Описание его внешности вполне подходило под персонаж Александра Дюмак Капуцина Гаранфло, чей малый рост возмещался удивительной соразмерностью пропорций, ибо все, что брат потерял в высоте, он приобрел в ширине. Так же, как книжный персонаж, католический монах передвигался на осле, а добродушием умел расположить к себе любого собеседника, что удалось провернуть Исханом Батыем, о чем Карпини подробно изложил в книге «История мангалов, именуемых нами татарами». Книга по тем временам стала бестселлером. В целом, общая картина вышла о тете нерадостной и на долгие десятилетия создала жестокий имидж монголов. Людей благородных и почтенных не щадят никогда. А если случайно в силу какого-нибудь обстоятельства они сохраняют каких-нибудь знатных лиц, то те не могут более выйти из плена ни мольбами, ни за выкуп. Замысел татар состоит в том, чтобы покорить себе, если можно, весь мир, и об этом они имеют приказ Чингисхана. И так как за исключением крестьянства нет ни одной страны в мире, которой бы они не владели, то поэтому они приготовляются к бою против нас. В свидетели правдивости своих сообщений о монголах Карпини призывал несколько европейцев, которые были с ним. А именно это была целая группа русских князей. И чтобы не возникло у кого-нибудь сомнения, что мы были в земле татар, мы записываем именно тех, кто нас там нашел. Король Данил Русский со всеми воинами и людьми, именно с теми, которые прибыли с ним, нашел нас вблизи ставок. У Бату мы нашли сына князя Ярослава, который имел при себе одного воина из Руси, а также некто из Руси по имени Святополк и его товарищи. С нами из Камании выехал также посол князя Черниговского и долго ехал с нами по Руси. И все это русские князья. Карпини, конечно, считается первым европейцем, посетившим глубинные земли Монголии. Если уж в его очерках встречаются русские имена людей, бывших с ним, то почти наверняка некоторые выходцы из Древней Руси достигали Каркарума до него. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok